Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господи. Реши же ему, все мати твоя и братья твоя, и сестры твоя в ней ищут тебе. И отвечай им в глаголе, кто есть мати моя или братья моя. И, соглядав в окрест себе сидящие, глагола, все мати моя и братья моя. И же Боще сотворит волю Божию, сей брат мой и сестра моя и мати ми есть. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 19 сентября, и мы с вами продолжаем чтение Евангелия от Марка. Читаем третью главу с 28 по 35 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Новозавета, найдем эти евангельские строки, послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит Он вечному осуждению. Все сказал Он, потому что говорили, в Нем нечистый Дух. «И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот, матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто, матерь мои и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот, матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Такие евангельские строки сегодня мы с вами прочитали. Вчера мы слышали о том, что Господь, находясь в каком-то доме, был окружен людьми. Пришли ближние его, здесь, видимо, имеется в виду какие-то родственники его по линии, Иосифа Обручника, или вообще, может, какие-то знакомые из Назарета. Пришли взять его, потому как стали распространяться слухи о том, что Иисус болен. Болен, скорее всего, психически. Почему так рассуждали? Потому что вся жизнь его, его поступки, по большому счету, противоречили вот этому обычному отношению иудеи к жизни своей. Да не то, что иудеи, а вообще человек. Потому что Господь, мы видим, Он не ищет славы, не ищет власти, Он не ищет какого-то удовольствия, не ищет комфорта. Как Он само себе свидетельствовал, что лисы имеют норы, птицы, небесные гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. У него не было ничего своего. И одновременно мы видим, что это произошло не потому, что, скажем, Он всё где-то там протратил, пропил, как-то вот в жизни бывает. А то, что Он сам от этого добровольно отказывается. И отказывается не для того, чтобы где-то вот уйти, в лес, да, там и жить со зверями. Нет, Он среди людей, Он говорит с людьми на понятном им языке. Он готов каждому помочь. Он говорит о вещах духовных, высоких, божественных. Откуда-то в нём является вот эта удивительная сила, исцеляющая недуги, болезни, сгоняющая бесов. Совершенно всё необычное. Необычно настолько, что вот люди такой вывод делают, что ну что-то он совсем уж не такой, как мы. А как чаще всего человеку проще всего бывает вывод сделать, если он не такой, как я, значит, он ненормальный. Он живёт не так, как я живу. Он относится к жизни не так, как я отношусь. А я же прав в своём отношении к жизни. Вот это вот упорство, вот это мнение, что я прав, оно, как правило, людям мешает познать истину, понять, какова истина. Самолюбие наше, наша гордость часто нам диктует, что наши решения верны, что наши мысли правильны, что то, что я желаю, действительно так надо, так есть. Я же знаю. Почему же меня никто не понимает и не желает со мной согласиться? И когда человек сталкивается с правдой, истиной, с тем, что действительно есть, он бывает из-за самого себя не желает это принять. Не желает, а то бывает и не способен уже это принять. Тогда он готов и думать всё, что угодно, как, скажем, поступали до книжники из Иерусалима. Видя то, что Господь изгоняет бесов, вместо того, чтобы признать, что да, действительно происходит явление силы Божьей. Потому что кто может демона победить, кроме Бога, кроме Творца? Нет, они здесь выдумывают, что нет, это всё сила дьявольская, и что Христос с дьяволом там договорился. Ну, конечно, вот это магическое мировоззрение, как видите, там, заклинаний, заговоров, всё это, оно было первично иудеям, да и по сей день, к сожалению, всё цветёт бурным цветом, вот это увлечение всякой магией и прочее, прочее. Но нельзя было этим объяснить тогда. Есть факты, что Господь именно вот изгоняет своей властью бесов, силой Божьей, но от этого принимать не хотели, потому что был несогласный с их обычным представлением о мире, готовы были хулить вот это явление. И вот Господь сегодня, мы как слышим, говорит, истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуленники бы не хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Что это значит? Что значит, будут прощены с нам человеческие все грехи и хуленники? Ну, с одной стороны, понимать, что Бог, полюбився и сотворивший этот мир, не желает гиблии ни для кого. Действительно, Его милость и любовь и страдания к нам неизмеримы, неисчерпаемы. Но для того, чтобы человеку были прощены грехи, нужна одна единственная вещь, причем со стороны человеческой, это покаяние. Не констатация факта, что да, есть было то-то, 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 а именно раскаяние, сожаление, признание себя виновным и желание того, чтобы меня Бог простил. А когда у человека возникает такое желание, когда мы желаем, чтобы нас Бог простил, кому мы не уверим, кому мы надеемся на Его любовь, милость, кому единственные свои грехи, кому мы перестаем оправдывать эти грехи, то мы приходим к тому, что, Господи, помилуй меня, Боже, повелиться Твоей милости, прости меня, и тогда Бог готов прощать человека и прощает всегда. А вот если нет раскаяния, если есть упертость в том, что я прав, все они правы, я прав, все, что в жизни произошло, это не моя вина, жизнь так сложилась, меня так воспитали, вокруг меня такие люди живут, а я все равно прав. Тогда действительно, о каком прощении может речь идти? То есть, получается, смысл этих слов Господа не в том, что есть какие-то особые грехи, которые превозмогают благость Божию, такого нет и быть не может. Просто есть то состояние, в котором человек не способен просить прощения. И вот это состояние в человеке формируется через постоянное самооправдание. Это вот и есть в какой-то степени хулана Духа Святого. Так как здесь исследователи объясняют, что слова Господа по поводу хулана Духа Святого, они в тот момент могли не касаться третьего лица Святой Троицы, потому что иудеи этого не знали и знать не могли. Что еще Дух Святой не явил себя через Церковь Христову. Еще учение Бога Троицы было тогда в тот момент недоступно, что ли, для вот этого понимания человека. Здесь именно говорится, это противление истине, противление вот этому способности человека познать истину. А истину познает человек тогда, когда он перестает сопротивляться, когда он перестает себя оправдывать. Это и тут очень важно. Действительно, когда человек подвергается вечному осуждению, если он восстал против Бога, против правды его. Чем грешили в тот момент? Вот книжники из Иерусалима подобно им. «Пришли матери брать его, оставив не дом, послали к нему звать его». Ну, здесь можем с вами предположить, пришли для того, чтобы взять его и ввести от народа. Думаю, что, может, действительно он болен, может, действительно с ним что-то произошло. Почему же он так ведет себя? Конечно, мы здесь не можем упрекать Престую Богородицу в этом. Уж она, как никто, знала, кем является ее сын. Она знала мотивы его поступков. Но здесь она приходит тоже для того, чтобы быть вместе с сыном своим. Если что, разделить с ним любую скорбь. Вот это вот тоже важный пример для нас. Потому что часто мы желаем с Господом быть в славе его. Да, как кто-то говорил, что, да, хорошо на фаворе с Господом находиться. Но еще Голгофа, где тоже он. И что фавор без Голгофа, в общем-то, тоже не существует. Нет воскресения без распятия. Божья Матерь приходит, чтобы везде быть с Божественным сыном своим. Видим, войти не могут они в дом. Да, и там кто-то, находящийся в доме, говорят ему, что вот там матерь твоя, брат твои, сестры твои, вне дома спрашивают тебя. Почему здесь люди так еще говорят? Есть такое еще мнение, что кто-то, может быть, желал Господа каким-то образом. И похулить в том числе. Показав, что он, люди, посмотрите, кто у него родные. Кто у него там близкие. Какие-то совершенно простые люди, незнатные. Что вроде бы, чего вообще вы за ним идете тогда? Вот раз такой вот он. Может быть, слыша вот это рассуждение, может, среди ближних Христа, что он болен, он поступает неправильно, надо его как-то взять, увести, закрыть. Может быть, через это тоже желали похулить. А может быть, и наоборот, в общем-то, были те люди, которые указывали, что он там твой ближний, почему они стоят, пусть они тоже войдут и будут рядом с тобой. Здесь вот находясь. Тогда Господь говорит очень важные вещи, которые касаются каждого из нас. Обозрев сидящий вокруг себя, говорит, вот, да сначала говорит, кто матерь мои, братья мои, то есть кто ближний мои, кто родные для меня. И дальше указывая на учеников своих, говорит, что вот, матерь мои, братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестры и матери. Важнейшие слова, касаемые нашей жизни. Важнейшие. Здесь очень важно понять, что родство не обязательно может быть родство крови. Что ближним для Бога, для Христа может стать любой человек. А когда родным становится человек, не только тогда, когда, знаете, он там по национальности ближнему или по родственным связям. Тогда, когда мы живем одним, когда мы стремимся к одному. Когда у нас есть общие интересы, когда у нас есть общая радость, когда у нас есть общее горе. Когда у нас есть общее испытание, к которому мы пришли, вот прошли. И вот в таком случае люди объединяются и породняются. Вот действительно здесь Господь указывает на апостолов, говорит, вот они оставили всё. Они отказались от славы, от власти, от почёта, от комфорта. Они пошли за мной, чтобы разделить со мной всё моё. Вот они действительно для меня близки, они родные мне. В этих словах здесь Господь нисколько не отрекается от матери своей, Престой Богородицы, которая честнейшая Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов. Она, как никто, была близка к Сыну Своему. Но здесь Господь, ещё раз скажем, открывает для нас вот этот путь к этому родству вместе с Ним. Мы действительно можем стать близки Господу, если будем жить Его жизнью, Его ценностями и преследовать Его цели. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Братья и сёстры, читали мы Евангелие от Марка, главу 3, с 28 по 35 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!